Всем привет! Я Екатерина Кононова. Девчонки, сегодня я хочу затронуть такую очень важную тему для каждой из нас. Вы часто мне спрашиваете это именно в личном сообщении, и я решила посвятить этому целое видео, пусть оно будет коротким по существу, по делу, но сегодня мы разберем, как же нужно тренироваться во время менструации. Что же такое менструация? Менструация это кратковременное кровотечение длительностью от 1 до 7 дней, которое возникает в результате отслоения функционального слоя эндометрия. В целом менструальный цикл от 21 до 35 дней. У 60% женщин 28 дней. Норма кровопотерей составляет 80 мл. Это чуть больше 4 столовых ложек. Я прошу прощения за такое сравнение, я просто хочу, чтобы каждый из вас было понятно. Менструальный цикл делится на 5 фаз. Первая фаза. Первый-пятый день. Мы рассмотрим на среднем цикле 28 дней. Первый-пятый день. Это менструальная фаза. Шестой-двенадцатый день. Это постменструальная фаза. Тринадцатый-шестнадцатый день. Это овуляторная фаза. Это те дни, когда мы с вами можем забеременеть. Далее у нас семнадцатый-двадцать четвертый день. Это уже поставуляторная фаза. И двадцать пятый-двадцать восьмой. Это предменструальная фаза. Так вот, в разные фазы нашего менструального цикла разное построение тренировочной программы. Сегодня мы разберем именно первую фазу. Фазу менструации. Один-пятый. Либо же у кого-то один-семь. То есть первый-седьмой день вашего менструального цикла. Обратите внимание, как играют с нами гормоны. Посмотрите на график и посмотрите. Эти всплески и падения – это наш гормональный фон на протяжении всего нашего менструального цикла. И вот это наше, знаете, «хочу-не хочу», «а это я буду», «а это я не буду», «а сегодня я злюсь», «а завтра я не злюсь». Пусть в голове каждой из вас сейчас будет оправдана. Мы с вами очень сложные. И нами с вами крутят, вертят гормоны просто как хотят. И когда мужчины говорят, что мы с вами всем нашим женским миром сговорились и трепем им нервы, все списывая на ПМС, это совсем не так. Чтобы вы понимали, девчонки, мы с вами в адекватном, таком нормальном состоянии, где нами не управляют наши гормоны, находимся где-то 4-5 дней в месяц. Все остальное время, все наше вот это самочувствие, наше настроение, состояние – все это наши гормоны, наш гормональный фон. И сегодня мы с вами рассмотрим, как же нужно тренироваться во время менструации. Давайте начнем с того, что вот нельзя, вот под запретом – все, нельзя. Первое. Самое важное, что нельзя – это упражнение, что задержка от дыхания с внутрибрюшным давлением, с натуживанием – это под запретом. Все наши пакумы диафрагмальные и упражнения лифт, я как-то показывала вам упражнения лифт, его тоже нельзя выполнять во время менструации. Статика. Стульчики, планочки – тоже все это под запретом, строго под запретом. Перепады температуры, хамамы, сауны, бани, какие-то спа-процедуры – тоже нельзя под запретом. Изменение положения, изменение положения тела. То есть это знамя, бёрпи наши, да, любимые. Нельзя. Бёрпи нельзя. И в принципе вообще вся полиометрика под запретом. Все наши такие ударные, прыжковые, резкие, взрывные, все движения вот эти под запретом. Нельзя. А что же тогда можно, скажете вы, что ничего не делать, лечь на диване и лежать? В целом парасимпатика нам так и говорит. Спи и жри. Что мы с вами и делаем в это время, да. Нам всем хочется что-то такое вкусненькое съесть. У каждого свои предпочтения. У меня почему-то обзык на сметану с чёрным хлебом. Он как-то так. Ну, у каждого своё. Кого-то тянет прям так на естся тортиков или шоколадок. И это нормально. Это наши гормоны. Мы начинаем с ними бороться, начинаем психовать, нервничать, срываемся на нашей половинке. И начинается, вот ты сочиняешь. Потерпи, пожалуйста, у меня ПМС. Вот ты сочиняешь. Вот сочиняешь, вы все сочиняете, никакого ПМС не существует. Ну, на самом деле, всё существует. Вот, поехали. Что же можно? Как же нужно тренироваться во время менструации? Первое. Можно. Можно кардио. Выполнять кардио. Это только равномерно. Без всяких там интервальных всплесков. Ну, типа, две минуты я бегу, как сумасшедшая, убегаю от кого-то. И пять минут я иду. Это, конечно, очень классно для похудения. Потому что, опять же, кровью выбрасывается гормон адреналина. Адреналина, он самый главный гормон жиросжигания. И когда вы две минуты бегите, адреналин выбросился в организм. У вас спотели ладони, у вас пересохло во рту, у вас участилось дыхание, сердцебиение. Всё, адреналин в крови. Запущено жиросжигание. И вы начинаете пять минут идти в спокойном темпе, а ваш гормон не понимает, что, опс, надо закрыться, всё, выработка завершена. Нет, ещё всё-всё там жиросжигание идёт. И вы тратите эти калории. Интервалка очень круто работает для похудения. Но не в фазу менструации. Ни в коем случае так не делайте. У нас в фазу менструации допустимо равномерное кардио. То есть вы стали на дорожку и пошли. Идём равномерненько, без всплесков. Дорожка, велосипед, степпер, арбитрек. Всё, что хотите. И очень классно в фазу менструации выполнять стретчинг. Если же вы всё же решили потренироваться, вот хочу и всё, я вот хочу делать, выполнять обычную тренировку, не хочу я зависать на кардио, хочу тренироваться. Окей, можно. Но вы работаете либо с минимальным весом, либо с весом собственного тела. И обязательно, обязательно в одном положении. Что значит в одном положении? Если вы решили приседать и делать выпады, классно. Делайте выпады, приседайте, но при этом, пожалуйста, выполняйте все упражнения стоя. Если вы решили работать в тренажёрах, допустим, отведение, сведение, выполнить, сгибание, разгибание выполнить, то всё, вся тренировка пусть у вас проходит сидя. Если же вы решили тренироваться лёжа, отведение бедра на боку, тренировка в крайно-кистевой позиции, то пусть вся тренировка пройдёт лёжа. То есть мы не меняем положение тела. Это закон. Так вот, начинаем мы тренировку обязательно. Если решили тренироваться, а не ходить на кардио. Начинаем обязательно тренировку с разминки. Причём эта разминка будет длиться около 15 минут. Потому как мы с вами такие в таком состоянии. Я уже сказала, что парасимпатика у нас, да, доминирует парасимпатически. отдел вегетативно-нервной системы. И получается, нам нужно больше времени, чтобы приступить к тренировке. Именно чтобы разбудить наш организм. Нам нужно больше времени. И вот 15 минут или более 15 минут – это вот то, что нужно. Да, вы можете походить на той же дорожке. Либо на степере, на арбитреке, если это зал. Если это домашняя тренировка, давайте какую-то суставную разминку. Потянулись, растянулись. И обязательно пристречинг. Выполнить пристречинг. Если разминочка 15 минут, то пристречинг в 3-5 минут. И пристречинг – это такая, знаете, динамическая растяжка с небольшой амплитудой на те мышцы, над которыми вы планируете работать на тренировке. Выполнили пристречинг. И переходим к основной части тренировки. Которая будет длиться около 40-50 минут. Ну а смотрите, отдыхаем мы с вами между подходами от 3 до 5 минут. Нам нужно больше времени, чтобы восстановиться. И, конечно же, в конце у нас с вами заминка. Это может быть заминка в виде кардио. Опять же, пошли походили 5 минуточек. Либо же опять выполнили обычную растяжку. Вот, в принципе, и все рекомендации по поводу тренировок в фазу менструации. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Покажите мне это своими лайками. И до встречи уже в понедельник. Ну а если кто-то хочет увидеться сегодня, то переходите ко мне в инстаграм и подписывайтесь. Пока-пока.